Шалом уважаемый, с вами Илья Механник и эта серия будет посвящена одной из злободневных проблем старых мопедов в частности проблемы с крышками картеров сейчас в кадре вы наблюдаете крышки с 5 различных двигателей тут 8 крышек от 5 двигателей в правом нижнем углу это у нас Ш51К с верховины 3 над ним крышечка от Риги 4 Ш52 далее у нас идут крышки с Явы стадион Ява 552 модель дальше у нас идут две крышечки правая и левая это Ш50 с Риги 1 и еще одна крышечка с двигателя Ш50 тоже Рига 1 что общего между всеми этими крышками это двигателя оборудованы педальным приводом и почти для всех из них вот 8 крышек вы наблюдаете есть одна характерная проблема вот такой вот след от педалей разбитых как так получается вопед имеет свойство падать и естественно его шатун начинает он такой изогнутой формы вот примерно вот такой идет показать не смогу рубаревого вот так вот идет шатун и его вот так вот загинает и получается обратной частью он начинает вот так вот при вращении царапать крышечку данную проблему вы не увидите на В50 их В501 там где кстати установлены на двигателе а вот для педальных моделей эта проблема существует даже для мопеда того же стадиона вот сейчас вы видите крышку левую картера вот еле-еле заметный оставшийся след от педали то есть это я вот сидел вручную выводил почему вручную мне тут сразу кидали да давай болгарка вот хочу обратить внимание вот эта крышечка мне досталась от ША-50 это моя первая крышечка правая от ША-50 у меня изначально было две левых крышечки а потом же я смог спустя там полтора года по-моему прикупить правую вот взгляните на эту крышку я не знаю конечно в кадре по-моему лучше вот видите какая шагрень идет вот эту вот крышку пытались чистить вот видно так лучше болгаркой почему нельзя эти крышки чистить болгаркой во-первых у болгарки стандартно доступны всем пионерам 10 тысяч рабочих оборотов во-вторых очень крупное зерно диска там порядка 60 единиц это зерно и оно после себя вот оставляет вот такое безобразие вот кстати вот этой крышке где-то около ну минимум их в 65 году прекратили выпускать вот этой крышке 51 год то есть с этими вещами их вообще единицы надо аккуратно работать и беречь до последнего вот крышка со стадиона вот у ребята тоже видать пытались почистить болгаркой вот этот вот след от педали кстати двойной вот тут была согнута педаль и здесь и естественно болгарка сошла и мы имеем вот глубокий паз поэтому вот эти вещи надо никак ни в коем случае не болгаркой а шлифмашиной даже не шлифмашиной полировальной машиной в которой рабочие обороты от 600 до 3000 оборотов в минуту и потихонечку выводить либо же вручную долго и муторно я вот с водичкой делаю и там вот была вот примерно вот такая вот борозна по глубине вот как на Ша-52М и вот я ее более-менее согнал вот с этой крышкой конечно придется нам скорее всего заваривать вот это безобразие ждать два года пока алюминий скородирует в один слой и уже восстанавливать вот с моего Ша-50 65-го года тоже видите есть характерная борозна и тоже будем потихонечку сводить это самая такая целая крышечка еще один из интересных моментов на обратной стороне Явы я заметил вот такие ребра усиления вот скажем так вот Ша-50 не имеет ребер тоже Ша-50 вот это кстати более ранняя крышечка тут более крупный шрифт применен по сравнению с вот этой то есть видите тут более мелкий шрифт тут более крупный это старее крышечка вот и то же самое вот на Ша-52 идет уже мелкий шрифт Ша-50 тем схожим вот и видите нигде на правой крышке нету ребер жесткости даже на Ша-51К а у стадиона еще было ребра жесткости во-вторых еще у Яловских крышек вот если вы можете взглянуть она белая по сравнению вот с 51К это говорит о том что тут даже Ша-50 хорошее содержание алюминия то есть там какой-то другой литейный сплав был с большим содержанием алюминия она более белая вот я полировал пожалуйста правую крышку ну она сероватая по сравнению с Явой она более серая сейчас если получится в данном освещении это как-то ну вот так вот вот видно да то есть есть разница и в сплавах и еще больше ценность этих крышек повышается все-таки Яву прекратили в 64-м году выпускать где-то стадионы нам прекратили завозить неизвестно кстати это с 52-го стадиона либо с 11-го стадиона крышка это к сожалению мы не узнаем там катал же номер один был в Италии а вот ну 65-й год допустим самый край то есть 51 год их с каждым годом все меньше и меньше я конечно гляну на рынке почем стоит вот эта штука но выбрасывать не буду эту крышку постараюсь ее максимально восстановить чтобы она была в загашнике потому что время ничего не лечит их все меньше и меньше